Педагогическому колледжу республики скоро исполнится 110 лет. Эту внушительную юбилейную дату коллективы и учащиеся образовательного учреждения ждут с нетерпением и уже начали подготовку к ней. И подарки уже дарят заранее депутаты парламента Карачаева-Черкесии. Удовлетворили просьбу руководства училища о благоустройстве двора образовательного учреждения. На осмотре итогов работы побывала Мадина Каракетова. Сейчас этот двор не узнать, рассказывает в съемочной группе директор Черкесского педагогического колледжа Николай Рыжов. А что было, детей сюда старались не пускать. Все значимые для нашего образовательного учреждения мероприятия проводились в городском парке. Такое состояние было, когда вызывало даже опасность для жизни и здоровья наших студентов. Покрытие уже пришло не в годность асфальтовая, я имею в виду. Были выбоины, то есть сама территория практически непригодна для проведения массовых мероприятий. Черкесский педагогический колледж в былые времена училища – самое старое образовательное учреждение в республике с вековой историей. Здание, которое он занимает, также почтенного возраста – 1936 года. Здесь начинали свой профессиональный путь большинство самых именитых и уважаемых педагогов республики. Выпускники педагогического училища проявили свои лучшие качества и в годы Великой Отечественной войны. Колледж и назван в честь своего выпускника, героя Советского Союза Умара Хабекова. Сегодня при взгляде на это здание невольно возникают мысли, что оно знало и лучшие времена. И вот обращение с просьбой помочь с ремонтом двойровой территории колледжа в республиканский парламент была рассмотрена и поддержана. Последние, я думаю, как минимум 40-50 лет благоустройство на данной территории не проводилось. С моим коллегой Алексеем Васильевичем мы пообещали помочь колледжу в этом проблематичном вопросе. И благодаря мэрии города Черкеска и лично Алексею Олеговичу Баскаеву и заместителю Артуру Владимировичу Озову нашли возможность изыскать тысячу квадратов плитки и, кроме этого, мы помогли финансово для укладки этой плитки на данной территории. Нам очень приятно, что данный вопрос за столь короткий период, то есть в течение года, решился. В настоящее время системе образования, конечно, оказывается, уделяется достаточное внимание, но в плане ремонта школ, детских садов, значит, а вот средне-специальное учебное заведение немножечко выпадали и с этой обоймы. Я думаю, что после послания нашего президента еще дополнительно будет уделяться внимание и не только школам и образовательным, всем образовательным организациям, но и колледжам. Директор колледжа Николай Рыжов рассказывает, что каждый понедельник на этой площадке торжественно поднимают флаг России и проводят линейки. А с потеплением этот двор станет свидетелем множества студенческих мероприятий. С гордостью демонстрирует гостям директор колледжа и зону отдыха, появившуюся во дворе с его благоустройством. Здесь фонтан, цветник, беседка и даже свой мини-фруктовый сад. Все это было бы невозможно реализовать без личного участия депутатов парламента Василия Полякова и Алексея Ганшина, говорит директор колледжа Николай Рыжов. Черкесский педагогический колледж был и остается самой востребованной кузницей учителей начальной школы и воспитателей детских садов. На сегодняшний день здесь проходит обучение в очной и заочной форме 519 студентов. Колледж готовится к внушительной дате, к 110-летию со дня образования. И педагогический коллектив и студенты надеются, что ко дню рождения колледж получит не менее желанный и долгожданный подарок – капитальный ремонт здания. Мадина Каракетова, Ринат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия.